Субтитры создавал DimaTorzok Брахма, Бог-Творец, Вишну, Бог-Вседержитель и Защитник Мира и Шива, который считается разрушителем. Но важный момент состоит в том, что именно разрушает Шива. Люди, которые не знакомы с ним, боятся его образа, даже считают его чуть ли не прообразом дьявола или некой злой силой, которая только и делает, что разрушает. Нет, это неправильное понимание Шивы. Во-первых, Шива разрушает только то, что подлежит разрушению. Например, если мы говорим о личности человека, то когда человек поклоняется Шиве, то Шива устраняет его недостатки, такие как гнев, невежество, ложное эго, которое присутствует в человеке, и многие-многие другие недостатки его личности, которые мешают ему развиваться. Когда Господь Шива разрушает Вселенную, он делает это, во-первых, в нужное время, то есть когда миры, жизнь миров в текущем цикле завершается, необходимо очистить мир и Вселенную от материальной субстанции. И тогда Шива вместе с Махакали уничтожают Вселенную. Все это делается для того, чтобы очистить пространство, для того, чтобы Вселенная заново была создана и загрузилась в новую божественную игру Лила. Итак, Господь Шива, да, он действительно разрушительный, но он разрушает то, что мешает развитию, уничтожает недостатки и несовершенства. У Господа Шива есть много знаков и атрибутов, и я думаю, что все их перечислить будет невозможно обыкновенному человеку Кали-Юге, такому, как я. Но я буду рассказывать о общеизвестных атрибутах, которые встречаются в любой литературе, которые описывают Господа Шива. Субтитры создавал DimaTorzok